Домики для еды нуждающимся. Такие специальные боксы устанавливают волонтеры Крыма. Подробнее об этом нам расскажет Дарья Зимина. Она на прямой связи со студией. Даша, доброе утро! Планируют ли в Керчи установить благотворительные зоны с продуктами? Здравствуйте, коллеги и все те, кто утро нового дня встречает вместе с нами. Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать. Этой мудростью когда-то поделился писатель Лев Толстой, и его идея будет актуальной во все времена. Наша гостья, я думаю, согласна с этим высказыванием, потому как она одна из тех неравнодушных людей, которые не проходят мимо чужой беды и всегда помогают тем, кто в этом нуждается. Сегодня у нас в студии Яна Шосток, представитель некоммерческой организации «Добро мира волонтеры Крыма» по городу Керчи. Доброе утро, Яна! Доброе утро! И всем желаю также доброе утро! Прекрасное начало нового дня. Мы с вами встретились сегодня у нас здесь в студии. Яна, расскажите нам, я знаю, что вы пытаетесь повторить в Керчи опыт Симферополя по реализации такого проекта, как «Продукты для нуждающихся людей». Да, мы хотим вести эту акцию у нас в городе. Акция называется «Подарить для нуждающихся». Заключается эта акция в том, чтобы установить буксы для еды в продуктовых магазинах, в сетях продуктовых магазинов. И в этих домиках для еды будет собираться еда долгого хранения. То есть консервы, крупы, сахар, возможно, это даже бублики. Потому что очень много семей нуждающихся. Это многодетные, это мамы, которые в одиночку воспитывают деток, либо же папы, либо пенсионеры. Но их тоже хочется иногда подсластить, чтобы жизнь казалась хоть немножко слаще и приятнее. С какими проблемами вы сейчас сталкиваетесь в решении этого вопроса? Проблема, ну я бы сказала, это не проблема, а задача. Задача достучаться и найти человека, который будет согласен установить у себя этот дом для еды. Потому что, обращаясь в какие-либо сети магазинов, мы сталкиваемся с тем, что на самом деле наш вопрос не доносится до самого владельца. Это и есть сама трудность найти владельца и напрямую его попросить. Потому что иногда работники стесняются рассказать об этой акции и передать начальству, боясь того, что их пожорят. А помимо продуктов, я думаю, что вы также занимаетесь сбором одежды для нуждающихся? Да, у нас есть дом для вещей. Раньше это было хранение просто у нас в наших домах, в наших квартирах, на балконах, в комнатах где-то в углу. Но в какой-то момент это перешло грань, и держать вещи дома стало просто невозможным. И мы решили, что пора действовать. И за свой счет, за свои личные деньги, временно, пока мы сняли гараж в районе Буденова, в гаражном кооперативе соорудили склад с полками, где мы принимаем вещи, принимаем канцелярию, обувь, гуманитарную помощь, те же памперсы, крупы временно, продукты долгого хранения. То есть там и сразу и еду вам приносят, и одежду, и еще что-то? Да, мы разработали стеллажи таким образом, чтобы эти разные, разная помощь не соприкасовалась друг с другом. Активно ли жители откликаются на призыв помочь другим? Да, вы знаете, на самом деле у нас город хоть и маленький, и вроде бы кажется, что не до друг друга, но на самом деле люди многие помогают тайком. В основном никто не афиширует себя, они помогают тихо. Хорошо. Яна, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я надеюсь, что ваше дело будет процветать, и вы и дальше будете помогать людям, тем, кто нуждается в вашей помощи. Наши жители тоже будут активно откликаться на ваши призывы. Я желаю вам всего только самого лучшего. Спасибо. Коллеги, я напоминаю, сегодня у нас в студии была Яна Шосток, представитель некоммерческой организации «Добро мира. Волонтеры Крыма». Вам хорошего настроения, и, конечно, передаю вам слово. Большое спасибо, Даша. Вам отличного настроения, также добрых вестей. И напоминаем, на связи была Керчь и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Дарья Зимина.